Арктур под вид уже известного в России омикрона. В Индии в это время года фиксируют подъем вирусных инфекций, поэтому Арктур получил там распространение и болеют им сейчас наряду с ОРВИ. Случай заболеваемости уже регистрируют и в Америке, в странах Европы и Африки, добрался он и до России. Каких-то суперновых симптомов пока не определяется, но единственное, пожалуй, на что делают акцент авторы на то, что есть один из признаков, который не был характерен для других вариантов вируса, точнее симптомов, которые они определяли, это зудящий конъюнктивит. Ну а в целом симптомы для него, в общем-то, те же самые, это повышение температуры тела, слабость, ломота в теле, в суставах, боль в горле, першение в горле, заложенность носа, кашель. Зудящий конъюнктивит, по словам ученых, следствие присоединения аденовируса, которым сейчас тоже болеют в Индии, отмечается, что Арктур еще более заразен, чем омикрон. Как покажет себя вирус в России, пока непонятно. У специалисты склоняются к тому, что следует ожидать подъема заболеваемости к традиционному сезонному периоду, к осени. Тут, конечно, для паники нет места, и уже история с ковидом, скорее всего, прошла свои пики. Валерий Шевченко надеется, что Арктур все же сойдет на нет, как и предыдущий штамм Кракен. Гораздо сложнее в России обстоят дела с другой инфекцией. Корь выявили уже в 44 регионах. Но эпидемии в Роспотребнадзоре вспышку не называют. Медики, в том числе и в нашем регионе, активно занимаются так называемой дополнительной вакцинацией детей и взрослых, которые ранее не были привиты или имеют лишь одну прививку. Ну, во-первых, это отказники, да? То есть по какой-то причине они у нас откажутся. Сейчас мы отработали этих людей и максимально стараемся их привлечь, чтобы обеспечить иммунную прослойку населения. Мы закупили в этом году 2000 доз вакцины против кори для взрослых. И сейчас идет активная вакцинация. Вакцины на данный момент достаточны и для детей. По словам врачей, вакцинация, по сути, единственный способ предотвратить распространение болезни. Поэтому, если вам позвонили из поликлиники и пригласили пройти вакцинацию, не стоит приглашение игнорировать. Кстати, по словам главного эпидемиолога края, у нас в регионе распространение кори удалось предотвратить. Было обнаружено 32 случая. Сейчас корь медики не фиксируют. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.